после того как у вас форсунка держатель и все остальное сварено мы начинаем сборку магистрали топливных это нижняя магистраль по которой подается масло и верхняя по которой средняя у нас форсунки идет по которой идет воздух к трубке прилагается в комплекте мы их загибаем через окно сбоку выводим наружу и идет воздушная идет на электромагнитный клапан электромагнитный клапан и редуктор который подает у нас воздух они потом в сборе вводится трубка закручивается и потом они прикручиваются сверху кожуху улитки улитки а трансформатор поджига я разместил как раз удобное у нас место здесь такое с прорезью я его воткнул одним боком и вторым через шпильку я соединил прилагающийся шпилька м4 закрепил его он получился удобно у меня расположен провод провод электроды для идущий на электроды поджига он заводится потом в окно и крепится на электроды поджига нужно произолировать концы обязательно потому что они близко расположены дальше улитка снабжена турбиной с двигателем который вставляется в окно винты здесь уже у нас идут в комплекте но винты немножко смещены то есть она монтируется в одном положении вы его определитель турбина которая надувает нам воздух для горения турбина закреплена через резиновые втулки амортизационные болтами м6 на 30 которые идут в комплекте три болта идущих в комплекте воздух подается через быстросъемное соединение которое тоже идет в комплекте и прикручена к редуктору который регулирует потом давление пламенная труба варится отдельно отдельно в торец приваривается фланец фланец который потом прикрепляется горелки болтами м10 и фланец который уже идет непосредственно на крышку котла вот у нас крышка котла в ней вырезается отверстие под трубу пламенную и 4 шпильки крепится отражатель или завихритель пламени вот он он должен быть смонтирован на двух шпильках которые пропущены через середину трубы и закреплены важна такая деталь чтобы у нас вот это вот завихритель пламени был на уровне со срезом трубы чтобы он перемещался там есть две гайки которыми можем регулировать его или выдвигать или выдвигать вот смонтированная форсунка держатель электроды поджига провода выведены и заведены в трансформатор поджига редуктор с клапаном крепится потом фланцу фланцу улитки это базовой горелки потом идут горелки более мощные там бывает и два клапана и три клапана то есть этот вход просто варьируется вся периферия вот это подключается потом через блок управления блок управления со шлейфом проводов идет отдельно в ящике все провода датчики они подписаны вот датчик такой это датчик контроля пламени который потом вставляется внутрь улитки в кронштейн который мы приварили термодатчики термодатчики вот они они тоже обозначены они вставляются в гнездо рабочего бачка с маслом для контроля температуры управления и второй датчик их два вставляется в систему которая задает температуру в котле спасибо за внимание до конца